вода евгений юрича и название и все результаты профессор щетинин сейчас сам нам расскажет и представит евгений юрич и горизонт завален это специально сделано ну ты под углом нам расположен как работах или кого-то турист здесь все прямо да да хорошо да дмитрий сергеевич ездить юрич а можно обрамление убрать чтобы только что просмотр слайд-шоу да сначала вот так спасибо разработки компьютерных алгоритмах машинного обучения и глубоких нейронных сетей для распознавания нарушений сердечного ритма но я не буду глубоко погружаться зачем это надо весьма актуальная задача отдельная просто может быть реакция сделана как сейчас развивается в этой области наша медицина не буду останавливаться а что в качестве основной задачи было поставлено разработать группу алгоритмов вышеупомянутых машинного и глубокого обучения которые бы на основе имеющихся измерений электрокардиограмм сгруппированных в виде некоторой базы данных обнаружить эти нарушения сердечный ритм себя представляет такой очень простой один цикл работы сердца не очень хорошо изображено вот более интересная картинка ну она примитивная как работает сердце с момента попадания в правый желудочек и по циклу как формируется этот вот красивый график я поскольку не медик не врач что глубоких познавал какие то и безусловно есть но не на уровне поэтому мы собственно будем рассматривать в качестве исходных данных вот такой вот график в виде группы некоторых сегментов взаимосвязанных физиологическим процессом работы сердца каждый интервал этого этого сигнала он определенным образом характеризует работу сердца человека и соответственно может быть одним из признаков отклонения существует да существует на самом деле более 20 различных отклонений нарушений работа ритма сердца все это известно как сердечная аритмия ну вот когда говорят у меня там чеченая отдышка это все вызвано нарушение работы сердца поэтому именно медицинский конкретный диагноз должен ставить врач то есть мы в своей работе не занимаемся установкой такого медицинского диагноза тем более методов лечения речь пойдет только лишь о решении задачи классификации тех данных тех измерений электрокардиограмм которые представлены основным основными пятью классами вот они здесь на этом слайде представлены нормальный сердечный ритм так называемую наджелудочков экстрасистолия один из на самом деле действительно серьезных таких отклонений это характеризует сердечный недостаток ощущенный ритм повышенный пульс отдышка и все такое прочее это вот в основном этот класс буква В соответственно желудочная эстрасистолия это ишемия в виде сосудистонии это грубо говоря другой вариант нарушения болезни сердца ну далее следует два класса которые вот F такой вот он когда есть одно или мимо и то и другое и стенокардия и ишемия там чего только нет Q неизвестные патологии сердечного ритма которые не были диагностированы что в принципе нормально для медицины значит в качестве исходных данных для наших алгоритмов использовался известный в открытых источниках дейтабейс МИДВИК это сайт Сузианет Орк с 80-х годов занимается тем что эту базу данных поддерживает эксплуатирует и пользуются многие достаточно многие клиники бостонская в частности или много ссылок потом госпиталь Сан-Диего в общем это одна из таких очень известных популярных баз есть еще несколько других но вот поскольку на ней многие практикуются те кто занимается подобными задачами мы взяли еще именно эту базу данных здесь представлена длина каждого сигнала 187 измерений всего этих 109 и 5 классов ну вот примеры этих сигналов вот они здесь так немножко неудобно изображены ну неважно видно что они достаточно серьезно визуально отличаются то есть человеческий глаз понятно что различит какой из каких к чему относится ну вот это вот хотелось бы получить и от машин значит очень такую главной особенностью этой базы данных является то что количество ЭКГ сигналов распределены по этим классам неравномерно то есть понятно что нормальных ЭКГ электрокардиограмм гораздо больше вот но скажем распределение остальных сигналов оно как мы видим ну просто экстремально разбалансировано есть даже класс вот такой вот 0.7 КУМ который в общем он достаточно редкий вид заболевания но тем не менее он есть и его потребуется тоже распознавать основные классы на наш взгляд СФ и Ф которые как раз и содержат в себе основные черты классические кардиологические заболевания ищемия и стенокардия поэтому в основном упор при их диагностике должен быть сделан на эти классы дальше давайте рассмотрим так собственно вот известная задача у нас была статья по проблемам балансирования класса существует масса способов мы к этому еще вернемся как сделать из мыши слона и наоборот можно перейти от такого распределения к такому есть некоторые хитрые разные уловки для этого но пока сейчас мы останавливаться есть различные методы с того времени они стали более изощренными и кое-какие из них в работе были использованы какие алгоритмы были использованы в работе были использованы ну одни из популярных алгоритмов машины обучения это случайный вес свм дерево решения логистическая ну совсем ингредиентный бустинг четыре алгоритма машинного обучения они используются практически везде для классификации этих гг сигналов еще раз повторю пять классов и также использовались ряд моделей глубоких нейронных сетей первое прежде всего это сверточная нейронная сеть точнее ее модель вот она изменяется также использовалась модель LSTM краткосрочной биологии памяти тоже очень популярная модель для распознавания именно одномерных сигналов значит одномерные SNM и LSTM и значит на базе этих двух моделей ну принципиально модели строился некоторый ансамбль из этих двух модель с целью попробовать получить чуть получше точность по точностью мы чуть позже разберем что имеется в виду результаты которые ну это гнильтые картинки результаты которые мы получили для соответствующих моделей значит decision 3 дерево решения простой линейный алгоритм здесь на картинке представлена представлен классификацион репорт по каждому из классов мы пронумеровали так класс 01 23 класс 1 и 3 ну не все удачно конечно ну ладно это все представлены две метрики которые мы будем рассматривать казалось бы вот здесь точность общая по алгоритму макро 0,97 прекрасно чего еще надо потеря ну потеря приведена так параметры с которыми оптимизировалась эта модель здесь вот глубина деревьев 15 количество используемых оценщиков 26 это при подборке гиперпараметров это можно пока не смотреть основная картинка она вот нормальный класс 0 и ой извиняюсь так и наши основные два класса которые нас беспокоят это вот первый и третий смотрим на так опечатка кривая смотрим на первый третий класс на престижен рекол так к сожалению тут нет формулы простенькая ну наверно лучше на эту взглянуть даже здесь построено с натриксами соответствий пока очень в таком формате там есть получше и так окюруси пропал ну вот это precision recall f score precision recall это две метрики которые отражают характеризует то как модель распознает различные оценки наших наших тестовых выборочных измерений то есть кто знает как выглядит эта формула т формула ну суть в том что precision отражает характеризует характеризует модель с той стороны ну хороший пример тут можно привести скажем ну здесь многомерные не очень понятные а для двумерного случая можно привести такой пример скажем когда ну а здоровье то есть true positive и все там какие возможности когда прогноз который дает модель совпадает с истинной с истинным значением когда модель дает скажем false positive когда она дает позитивную оценку но на самом деле человек допустим болен и два класса у нас болен здоров 0 класса это здоров 1 номер 1 это бой в том случае в зависимости от того какую мы цель преследуем да нам соответственно нужно оптимизировать либо precision либо recall либо строить гармоническую взвешенную характеристику вот F1 score как раз метника этих двух предыдущих precision и recall то есть в том случае когда false positive у нас это велик это влияет на величину precision то есть false positive находится в знаменате и стало быть если много фальшивых здоровых то precision низкий precision достаточно низкий собственно мы это все и видим на этой вот картинке на этой табличке внизу classification report по классам вот у нормального более-менее у четвертого там где смешанные ритмы не распозят там более-менее 0,90 хорошее у наших проблемных классов которые отвечают за именно болезнь такую ишемию и стенокардию 1,3 в них precision очень низкий это значит что false positive достаточно велик достаточно много было неправильно классифицировано остальных измерений как именно заболеваем то есть хорошо это или плохо но если разобрать двумерную модель наверное с точки зрения военкомата который хочет призвать вот как можно больше то он готов взять все даже там без ноги главное чтобы указательный палец как у швейков с другой стороны значит если мы занимаем позицию призывника больного существует также false negative то есть такая характеристика модели прогностическая которая формирует когда в качестве больных в качестве больных призываются здоровые признаются здоровые люди но с другой стороны то есть это false negative она характеризует этот рекорд знаменатель находится палец негатив находится знаменатель стало быть насколько это хорошо когда здорово признали больным но с точки зрения здравоохранения в принципе это не так страшно да не так страшно почему ну пусть признали больным но какая-то расширенная диагностика она разберется там проведут дополнительные анализы положат его полежать и выяснится что он здоров то есть это не очень хорошо плохо когда больного человека признают здоровым да то есть для медицины для здоровья как раз эта характеристика более важная поэтому в двумерном случае в двумерном это казалось бы вот хорошо работать но в многомерном случае когда у нас мультиклассовая классификация когда классов больше вот то в этой ситуации на самом деле можно смотреть именно на рекол на вторую колонку которая описывает как раз вот которая фальшиво характеризует эту этот класс либо тишиния или стенокардия то есть если мы скажем поставим неправильный диагноз то это конечно повлечет со собой серьезные последствия то есть опять же нужно контролировать конечно же F-score вот этот гармонический показатель но как показывает дальнейшее если мы перейдем так тут вот я посчитал всякие метрики это макро метрики по целиком по общей по модели казалось бы они тут неплохие да так вот 1 2 82 83 но как мы видим внутриклассовая анализ он более важен с точки зрения задачи которую мы поставили тут вроде бы все красиво все так мило и гладко тут ауки посчитаны ну красиво да 89 почти 90 площадь вот матрица нарисованная как видите немножко залезает но не важно казалось бы смотрите по точности внутриклассовый нормальный и вот кум который смешанный вроде он хорошо характеризуется а вот наши SF вот эти SF особенно как видите точность по индивидуальным классам крайне низкая крайне низкая то есть вот это характерная особенность линейных алгоритмов которые на больших классах когда много данных они работают хорошо а когда есть миноритарные ну это мажорные да а когда есть минорные классы когда мало измерений процентов не просто мало абсолютно когда соотношение классов экстремально не один двум а вот такое серьезное то алгоритмы линейные они как правило могут и вообще не видеть малых классов они все время будут вот фальс позитив все время даже если допустим человек больной он все равно его будут причислять здоровый потому что очень мало измерений относительно класса здоровых людей собственно перейдем теперь крангер форрест да то есть посмотрим ту же самую картинку здесь пресижен вообще прекрасно 98 но как мы видим рекол очень маленький вот то есть что это значит это значит что много велика ошибка много измерений которые были причислены к другим заболеваниям то есть фальс негатив фальс негатив было в данном случае сформировано излишне низким за счет того что алгоритм неправильно видит малый класс хотя рэндом форрест ну вот если посмотреть на саму же матрицу несоответствие по точности этих классов немного выше но в принципе видите да тоже нормально эти большие классы хорошо видит а SF 65 59 безобразно совсем плохо вот тут есть и остальные характеристики но важно что вот мы на классификацию репорт смотрим и на максимуме соответствия то же самое мы можем и сказать про градиентный бульслинг несмотря на то что мы подбирали здесь ну делали ну то есть подборку гиперпараметр довольно счетный процесс там дети считали считали я тоже считал замучился он такой по времени очень тяжелый сам по себе и precision recall тоже здесь как мы видим не очень хороший 58 даже а по моему это ну ладно так наверное да соответствует даже ну в общем где-то истинно посередине так да вот recall даже по по макро 74 и соответственно скор там хотя precision 25 признает false positive очень хорошо то есть малые классы но все остальные относят все равно туда то есть много во-первых неправильно охарактеризованных неправильно охарактеризованных вообще этот класс да то есть false positive к сожалению и малое число за счет того что false negative много на другие классы отсылается то есть не приходит информация именно по этому классу так ну собственно тут я просто взял показал как выглядит мультиклассовая матрица неточности ну и вот актуальный кредит вот так для общего уважания так и переходим давайте к уже к обзору нейронных сетей значит тут немножко поинтереснее в плане проводились несколько использовались несколько принципиально разных моделей сначала это были сверточные сети и здесь здесь ну трехблочная модель классическая состоящая из свертки самой использовался пулем и этих таких сверточных блоков было три классическая в керосе архитектура подбирались очень простые параметры batch size и количество эпох потому что а да ленингрейд тоже была попытка но все делалось по парму то есть такого общего гиперпостранства как такового то есть там нужно пять или шесть параметров не сформировано в связи с тем что это очень счетная работа нужен серьезный кластер распределенные вычисления даже для трех блоков поэтому был некий ограниченный такой объем но тем не менее даже на нем видно что принципиально видно что precision где-то даже чуть выше чем у всех линейных но recall остается слабым вот так вот треублочная модель тут она чуть повыше чуть повыше в итоге в спор ну получше конечно с реколом да не 59 на 60 получше результаты и как мы видим Acura здесь 0.99 уже даже перебивает и по этим SF двум классам вы видите 0.86 это тоже очень хороший результат это уже даже лучше чем в стандартных моделях но там они шкуренные но но вот это уже такой базовый результат да для трех блочных потом мы пробовали пяти блочные семьи там можно бесконечно надстраивать стеком но в какой-то момент они прекращают улучшать производительность и выше это не идет значит нужна принципиально другая архитектура которая учитывает значит ну колонизационные сети они вообще в принципе седомерка работает примерно как ну скользящее окно оно сглаживает вот эти вот всевозможные какие-то шумы потому что данные естественно сигналы тоже страдают и выделяют каждый фильтр каждое ядро каждый фильтр выделяет свою собственную особенность то есть но до какого-то момента уже этих особенностей и не хватает уже как бы все вычерпали и здесь она как принципиальная идея ну принципиально другая архитектура вот такой является ОСТМ которая вообще говоря пришла из пришла из обработки естественного языка текстов звуков вот мы ее в частности реализовывали распознавание эмоций и она прекрасно себя закомендовала здесь вот предпринято нечто подобное да несколько по-другому но в суть одна и та же используется конструкция с ЛСТМ то есть это рекуррентные нейронные сети с ЛСТМ ячеек конфигурация была вначале суть неважно что она уже как можно заметить работает вот здесь параметры тоже подбирались через гипертюнинг тюнинг гиперпараметров так что у нас ну вот она где-то она дает получше результаты смотреть даже по реколу это уже соединяется с ЛСТМ ну она где-то сопоставима где-то получше если ее правильно настроить чуть-чуть добавить слоев не важно что НСТМ это как бы один из кирпичей который позволяет нам построить более сложные модели комбинированные модели со сверточками здесь такой большой простор разворачивается для творческих людей людей а как ты тебя не привел да ну те там у меня есть в общем он есть не вставил так это он есть да собственно перейдем к следующей модели у нас была сверточная была рекуррентная и вот теперь мы попытались скомбинировать все это путем передачи полученных настроечных признаков которые мы выделили в ЛСТМ то есть сначала идет СНН модель потом ЛСТМ тут как-то немножко вперед залезло конституционный рекорд посчитан по вообще по модели а внутриклассовая она вот она так тут собственно по нашим проблемным классам все по реколам очень хорошо и precision тут взвешенная практически нормальный fusion дает нормально практически единицы результат вот и матрица несоответствия и матрица ошибок она практически идеальна везде можно видеть единицу ее мы не настраивали вот поскольку процесс тут настройки довольно сложный с выбором количества в общем этим не занимает так и вот для этой модели выборочной был построен оценивались рок-кривые строились рок-кривые под ними площадь для каждого класса в принципе это повторение повторение результатов предыдущих предыдущих табличек ну видно что так ну этот штрихпунктир это random классифайр 0.5 а цветами тут указаны рок-кривые для каждого класса и площадь под ними рок-ауг соответственно вот она изображена ну практически введена единичка 0.99 что является очень приличным результатом неожиданным так и вот здесь на табличке итоговой приведена сведены все результаты в одну в одну таблицу ее вот можно посмотреть поанализировать четыре не стали включать четыре алгоритма машинного обучения с бустингом включая три модели нейронной сети собственно наверное все ж таки ансамбль то есть вот этот стекинг двух сетей он является лучшей все таки он модели учитывая что рекол вот они примерно все таки ну сигнал стем лучше безусловно работает она оригинальнее и с точки зрения тюринга настройки еще придется подумать как сделать делать ну по краям даже эти результаты они очень хорошие на мой взгляд и вот это вот вот это вот дает некую надежду на то что все это можно где-то уже применить на практике что касается применения ну практического применения результатов этой работы ну во первых надо сказать что в таком виде конечно его сложно будет внедрить почему ну потому что опять же говорю что здесь окончательный диагноз таковой медицинский ставит врач который будет получать предварительные результаты понятно что врач выигрыш этого подхода в том что врач ну вот здесь сто тысяч ЭКГ за какое время он смотрит все эти сможет все эти бумажки пролистать ну оценить если на каждого пациента ну пять восемь все наверное с этим ЭКГ ходили он пока развернет пока значит правильной стороной там посмотрит ну минут пять-шесть там для постановки там ножка ГИС идет туда и все такое то есть сто тысяч снимков и смотрит он не знаю за неделю наверное поэтому в этом плане эта система может быть полезна тем что она на каком-то этапе выделяет проблемных пациентов возможно там несколько возможно с предварительным там диагнозом нормальных соответственно он отсеян и после этого дальше уже возможно либо врач либо какой-то следующий автоматизированный этап будет их эти диагнозы уточнять поэтому может быть здесь есть смысл сделать скажем бинарную классификацию я ее сделал кстати но не стал показывать в принципе могу там все как-то вообще все красиво вот и все гораздо быстрее но просто особо там интересного такого научного не было там все просто работает быстро поэтому вот в массовом применении это может быть так это может быть некое мобильное приложение которое считывает это ИТГ то есть человек ее сдал она куда-то там пошла куда-то улетела либо она постоянно есть вот специальные такие обручи значит есть уже в хорошей клинике естественно такие не в районе поликлиника некие браслеты которые чуть ли не каждые полчаса это ИТГ меряют есть вот эти вот двух выводные у тех кто безусловно серьезно болеет серьезная сердечная недостаточность ну вот вообще для хорошей ЭТГ 12 таких пришлепок на ноги на руки но в принципе сейчас медицина дошла которые каждые полчаса сбрасывает куда-то там дистанционно ЭТГ в случае какого-то серьезного произошло и там приезжает скорая или там родственники в принципе такие системы уже есть я знаю в западных клиниках это давно и плотно реализованная возможность насколько у нас ну я знаю что в Москве и центр биотехнологии или что-то медицинской кибернетики где-то убегаешь они подобные вещи делают причем чуть ли не аппаратно как и что я не стал разбираться но знаю что подобные внедрения есть вот это что касается практического применения перспектив в дальнейшем вот это всего с точки зрения научного какого-то то ну вот я не все это рассказал на самом деле чтобы так сказать не затягивать вот то есть есть более сложные меня интересуют более сложные интересные естественно архитектуры вот то есть и не прикладная там продавать эти приложения мне неинтересно а есть более скажем сложные более продвинутые интересные модели не только вот скажем конкретно к этому к этой задаче сигналами в принципе тут все решено то что связано скажем ну вот с последствиями допустим все это можно увязать хорошо известно что люди переболевшие ковидом а там особо подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям можно спрогнозировать степень поражения когда насколько когда там его этот приступ хватит все это взаимосвязи с вот этими данными очень серьезно может помочь прогнозировать состояние здоровья ну там не всех там крайне отдельных заинтересованных граждан это реальность кстати говорят то есть вот у нас еще да Виктор Антонович у нас еще работа лежит с мозгами с брейном вот по поводу ковида я тоже установил что люди переболевшие они существенно более подвержены всяким там не 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 логическим заболеваниям в том числе ангидеемер деменция вот ну и так далее ну все это можно безусловно увязать в одну большую такую серьезную махину как ну пока не знаю потом вот есть идея от одномерки конечно ну идея вот такая довольно простая старая на самом деле идти двухмерно да то есть рассматривать вот способов совершения такой задачи если на самом деле несколько первая классификация второй значит сейчас глянем этот сигнал да второй значит подход это сегментация известно от физиологов от кардиологов что основным признаком нарушения является вот этот вот пик кой раз его трансформинг трансформация либо растяжение либо преждевременное либо запоздавшее положение так так же как и вот этот сегмент п и т который характеризует там преждевременное или пост все это вкупе может быть рассмотрим не может а рассматриваться с помощью задачи сегментации сегментация это разбиение изображений на отдельные участки и его анализ с помощью уже там двумерных сетей сверточных тех же лстм она более сложная там юнеты всякие мы это делали кстати на меланоме она тоже такая своеобразная там есть свои проблемы но с точки зрения конечно же двухмерки она вот такая этот вариант могла бы дополнить дополнить эту задачу ну и в принципе сейчас уже ЭКГ как таковая как одна уже ну да используется в основном на первичном есть скажем всевозможные поддержки скажем описание этого ЭКГ врача текстового голоса или скажем дополнительная информация фиши от самого пациента он рассказывает как у него болит да вот там болит вот ЭКГ там давит сжет это тоже в принципе как информация очень ценно ну и все это вкупе конечно может сильно насколько сильно не знаю помочь решать такие задачи ну а двумерка и даже трехмерка в принципе как задача аргументации вот я в самом начале сказал что когда мы пытаемся расширить наши данные вот перейти от этого к этому да вот такой подход он не совсем корректен потому что ну ресэмплинг да там апсэпл или скажем он фактически дублирует скажем ну минорный класс как расширить дублирует там что-то среднее взять не среднее медианное вот это приводит ну к ложным результатам к тем же фальс негатив почему то есть переобучению модели почему ну потому что они вот повторяют друг друга и новой информации они не приносят вот а сам мажоритарный класс допустим нормальный он был 80% ну там выкинули половину вот ну и хорошо собственно мы возможно какую-то лишнюю информацию тоже убрали насколько это серьезно ну в общем мы тоже занимались на всяких разных но вот я к тому что такие вот строгие методы ресэмплинга даже вот ну линейно даже смоуд который здесь применяется они грубо говоря ну некорректно почему ну потому что скажем если мы пытаемся что-то генерить вот то это как тоже классическая задача что такое вероятность и мера то мы можем получить грубо говоря не ЭКГ то есть сигнал какой-то мы получим но является ли это электрокардиограмма какого-то человека или человека или вообще но это еще надо доказать поэтому вот здесь я как бы думал над этой темой как раздвигать здесь вот очень популярные есть типы нейронных сетей такие как ГАНСы трансформеры и вот передача стиля они очень популярны сейчас где ну вот дети там хвастаются у нас там нейронные стихи пишут там рисуют там прочее-прочее ну якобы какой-то там создает творческий контент в принципе я задумался над этой штукой попробовать создать ну синтезировать другу говоря ЭКГ без человека вот как я думал это отдельная какая-то вообще тема такая большая в принципе наработки какие-то я сделал но сегодня не готов рассказать вот поэтому в принципе там синтезируйте ЭКГ потом самого человека и и так далее то какое у нас резюме в итоге получается в итоге ну вот проведена некоторая исследовательская работа по разработке модели алгоритма машинного обучения и модели неровных сетей они конечно здесь далеко не все охвачены то есть десятки можно не там бакалавра что-то еще хотели не но не знаю то что я сам написал где-то как-то вот оно уложилось шесть семь может девять там что-то выбрасывал вот они здесь представы результаты на мой взгляд за то время которое было потрачено до около года с октября наверное ну показали что действительно эту задачу можно решать довольно успешно но скажу опять же но какие здесь это все реализовано с конкретными опять же измерениями именно этой базы несмотря на то что на тесте мы как бы не видим мы видим новые измерения которые мы не использовали в трейне тем не менее если взять да у нас в каждой районной поликлинике свои там ну не электронные конечно но вот есть свои там бумажные кардиограммы базы если попытаться их объединить и реализовать нечто подобное с помощью этих алгоритмов то безусловно что они будут работать ну может хуже может лучше но вряд ли покажут такие же результаты в этом проблема универсальна не только вот эти модели но в целом вообще машинного обучения для этого существует опять же ну друг еще более такие ну продвинутые подходы передачи обучения и об этом тоже у нас будет статья работа и обучение на малом количестве там филшот там зиро шот это практически вообще без каких-либо данных возможно по рассказам действительно больного по описанию врача поставить подобрать от печи и т.д. то есть здесь для такого подхода ну есть куда еще поработать понятно да ну собственно я подумаю что на этом все у меня с точки зрения материала ну спасибо за внимание спасибо большое Евгений Юрьевич да всегда пожалуйста вдруг у кого-то есть вопросы господа товарищи я где-то не все так что привел опять же я поставлял я думаю что в основном такой материал я положил да коллеги с вашего позволения если можно я возможно в самом начале я не расслышал пока подключался вот а можно ли уточнить изначально какие объемы были на которых вот сети учили и если можно поделиться источниками может быть в процессе находили какие-то скажем так базы данных открытого доступа где много разных медицинских данных это такой тоже шкурный интерес размерность размерность 109 тысяч размер а где вы взяли если не секрет да вот я могу вам их прислать ну в частности у меня вопрос связан с тем что именно не сами ЭКГ там интересует а может быть вы в процессе когда их искали или как-то добывали находили какие-то базы данных с различными медицинскими данными а что вас конкретно интересует ну у нас параллельная штука это пытаемся сейчас начать работать делать примерно то же самое похожее только с аудиограммами и вот не удается найти их много для того чтобы обучить нейронку там какие-то там 100 200 еще что-то аудиограммы чего речь аудиограммы это кривули на которые аудио эти самые диаметры собирают то есть по сути дела кривая там 44 точки или 80 примерно это чисто по оси x идет частота звука в оси y либо слышат либо не слышат либо плохо слышат я понимаю что аудиограмма но тональные тональные не речи а тональные а просто звуки да сейчас стоит задача тоже то есть есть определенное количество этих аудиограмм аудиограмм где врачи ставили диагноз то есть вот такая кривая вот такой диагноз и хотелось бы в рамках старта работ научить нейронку распознавать аудиограмму чтобы она ставила там один из там двенадцати по-моему возможных диагнозов для этого хотелось бы их найти много но много найти не получается поэтому я и поинтересовался вдруг вы нарыли какой-то источник где много разных данных ну изианет вот этот есть орк ой прошу прощения там сейчас слышно не очень ссылочкой потом не поделитесь может быть через леонида антоновича или как-то очень любят ну вообще говоря вообще говорят да они ну если короче речь идет о медицинских каких-то они не очень любят этим делиться вот то есть просто сайт он ну я не уверен что там все это есть обычно есть вот эта американская ассоциация вот medical instrument вот это АМИ видно на экране да вот там гигабайты залежи а так я просто пользуюсь специализированными ссылками там вот эти кардиологи у них вот три базы потом когда мы ну то есть это специализированные скажем так вот эти кулевинские бельгийцы они вообще не дают потому что у них еще база страховых база страхования медицинского ну это искать а какой диагноз тоже диагноз чего ну человек приходит да вот за вот рассылку на ассоциацию спасибо большое надо изучить изучу диагнозы там такие то есть приходит человек говорит я плохо слышу но ему ставят в среднем диагности какая-то тугоухость и вот там вариантов какая тугоухость и с чем связаны их там если я сейчас не ошибаюсь точно не скажу но около 12 штук там три или четыре из которых очень распространенные а остальные редкие ну это сложная задача да вот такого я не встречал пожалуй это не задача в принципе понятная да там одномерка но 12 классов это будет круто раскидывать ну хотя бы 3-4 основные их попробовать выделить но собственно для этого хотелось бы посмотреть нет ну с одномерка мы делали что там с одномерка это как распознавать речь как вообще ну это работа с текстом если он рассказывает то да это выделение информации из текста там там лстм надо писать то есть с этим сталкивался но вот конкретно по слуху честно ни разу не видел ну я так особо не я понял ну пока поковыряюсь вот в источниках которые вы указали вдруг что найду спасибо большое если что на алексей прошу прощения я даже вас вяжу телефоны дам обменяться чтобы вы могли в более спокойном режиме проговорить но у меня к тебе конкретно вопрос а электрокардиограмм тебя никак нисколько не заинтересовали ну мы же начали вот с ушами здесь был рассказан тем очень интересно но мы же видите начали с ушами и вроде как ну не бросать же надо продвинуться это безусловно продолжать надо но может быть даже не столько база это само собой но то что рассказывалось может быть тоже будет полезно использовать те приемы те способы это бесспорно я как бы не настолько хорошо вот ну владею на данный момент информации и всеми вот алгоритмами которые была презентация но по ходу дела если действительно будет контакт и я смогу задавать какие-то вопросы будет очень здорово буду очень благодарен хорошо у меня вопрос Василий Сергей Анатольевич добрый день всем здравствуйте да 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 значит я жил недалеко от поликлиники детской на которой висел лозунг здоровье детей богатство нации у меня вопрос вообще в принципе алгоритмы машинного обучения для анализа сердечного ритма детей там от года до двух от трех до пяти от пяти до десяти вообще они применимы или у детей принципиально другой сердечный ритм и вот эти вот алгоритмы они просто неприменимы и не работают не нужен биологический класс человек я думаю что все это применимо но надо пробовать я по крайней мере здесь в этой базе не встречал разделение на детей и на взрослых я видел это только в одном вот я там по это по пневмонии делаю ну так параллельно пока еще так не включился вот там да китайцы разделяют детей и взрослых ну вот со спалением легких они разделяют вот эти вот КТ снимки там какие то есть здесь по ЭКГ я не встречал вот в аудиограммах вот этих вот там где обработка те звука идет голоса там безусловно детский голос он слышал понятен здесь я вот не видел чтобы это было разделение по-моему ну я не могу точно это надо разговаривать с кардиологом я спрошу у своих там врачей что они но я вот честно не видел чтобы было такое либо там разделение кардиограмм детский взрослых сердце ну потому что там возникает проблема проблема диагностики да то есть это же все нам нужно для того чтобы диагностировать те или иные отклонения взрослых более или менее как то понятно да вот с детьми там могут быть сложности другое дело что у детей очень редко ну маленьких да там до призывного возраста встречается ишемия и стенокардия то есть это жуткие заболевания это грудная жаба то есть ну сердце это страшная штука и да встречаются дети с пороком сердца все чаще москвичей я могу точно сказать но это как правило физиологические отклонения да то есть люди делают мрт сердце и видят что у него там клапан не закрывается или вообще болтается это как бы человек живет нормально нормально тут у него что-то там раз родители умные пошли сделали а как это влияет на ЭКГ не знаю но в общем согласитесь что у детей гораздо реже возникают такие проблемы да нежели у взрослых поэтому именно по базе ЭКГ детской я не видел ну не встречал не могу сказать можно попробовать но понимаете какова доля опять же будет там больных с нарушением по сравнению практически все будут нормальные там что-то увидеть сложно будет а тут скорее всего это не задача автоматизированной обработки если действительно ребенок один там из тысячи испытывает то ему проще пойти к детскому там как его терапевту и все сделать то есть такой вот базе я не видел а зачем то есть здесь фишка этого подхода в чем в том что этих данных много там 100 тысяч только в одной базе так как миллионы не все не все опять же кардиологи в этих селах есть речь сейчас даже идет не о АКГ а допустим о тех же рентгеновских снимках проведение массовой даже вот эти ящики которые понаставили везде в парках ну я сходил он так на меня смотрит там мягко говоря неквалифицированные врачи но он повертел посмотрел вы здоровы едите то есть фальс позитив бац фальс негатив то есть ложно здоровы поэтому вот эта машина она сильно поможет в автоматизированном а там уже когда действительно они отберут больных там грамотные врачи ну ему проще сто посмотреть чем миллион ну руками то есть подозрением уточнить уже ручной без этого никак с детьми там единичные я не вижу смысла вот именно на детской опять же стай там ну они есть но опять же смысл прогонять всех по ЭТГ когда одного там на тысячу на десять порог сердца он пришел к врачу его просмотрели и все ему не надо проводить массовую вот эту вот иллюстрацию всех этих ЭТГ то есть мы провели массовую вот эту вот всю там как это называется как это процедура называется вот это идет всех там диспансеризация ну да да ну вот это короче процедура на которую там не знаю сколько денег они отлили да они флюорографию делают тот же рентген фактически да а там зачем держать все время врача того сего они ставят каких-то студентов там этих молодых неопытных людей толку от нее никакого он все равно просмотрит а когда машина пролистала раз 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 то есть все это собралось со всех этих ящиков городских хоп там машина она по-любому выявит да не надо этому бедному врачу там сто тысяч снимков смотреть она выявит ну пусть она там каких-то ложно больных выявит да это фаз негатив ложно больных она зацепит но врач опытный он его все равно так ну тут ошибка машины и хоп так и все в этом фишка а маленьких детей их мало то есть где я думаю здесь и детская поликлиника справится я так думаю что вот это а вот там где действительно их много вот этих вот да таких исследований тот же та же флюорография рентген легких что там они еще сдают что они еще сдают но мозги сейчас не светят ну в общем 4 или 5 таких которые ну миллионы врачей хватит чтобы все это просмотреть согласитесь да то есть я лично не верю что они все там аккуратно смотрят в этом вот смысл такая машина она очень полезна на мой взгляд пусть она где-то ошибется скажем здорово там сделает больным ну виртуально но врачи его отследит я думаю вот то есть вот такая вот система понятно да я отметил более то есть идея в этом то есть машинный подход он как бы снимает некую такую рутинную работу вот эту бездумную ну и тут конечно задача в чем что ну в общем как разметить тоже вопрос задача разметки баз здесь то вроде все нормально но вот именно в этих всех районных райцентрах где вообще не врачи там никто и делки не будет там приехали пощелкали да выбросили в западных вот этих всех центрах там конечно это очень развито они там с этими браслетами ходят нашлепками алло спасибо спасибо Евгений можно я через пять минут перезвоню я пускай сейчас на лекции ладно давайте все я извините отвлекся Сергей Анатольевич я думаю ответил да ну да такое в общем у нас много проблем конечно в медицинском тут сильно рассчитывает когда это действительно внедрится не знаю но я вот в большей степени все таки надеюсь на вот эти вот задачи связанные с МРТ это более такая конечно ну людей это больше заботит сердечные да на самом деле на западе уже этот пик прошел они уже успешно для них вот у меня сестра там сколько уже работает давно она говорит что для них сердечных случаев заболевания это уже давно не проблема для них проблема что альцгеймер деменция вот эти все проблемы с с нарушением работы головного мозга с этим они борются и пока ничего не могут сделать и она говорит что вот возросло количество больных я перезвоню через некоторые деменции перенесших ковид прошел год они регистрируют ну вот серьезная связь чуть ли там не детерминированную операцию между вот этими двумя событиями то есть такие ли сети изменения головного мозга происходят это все фиксируется мрт это все очень но до прогноз ставят они этим знают и конечно она интересная штука ну так хорошая штука не нужно ругать я ругаю я говорю что разница расстояние между вот этим проектом но я не говорю на коленке там ну практически на коленке сделала там энтузиазный до какой-то серьезной системы бизнес да биомедицинской какой-то это там колоссальная ну пропасть ты же понимаешь да я вижу ну мы давно этим еще с девяностых годов там занимались когда он пытался туда пройти он ездил в Ганновер ему сказали сто тысяч в одной билет ну сейчас миллион до чтобы там тебе табуретку поставили не стул там с правом делить пирог а просто там посидеть послушать что-то там тебе это колоссальный бизнес колоссальный просто я знаю вот я одно время ходил на ну до конечно ковида я ходил была такая хорошая выставка по международному медицинскому туризму и чего-то там там приезжали южнокорейские вот эти клиники потом израильтяне вот те кто любит вот это лечиться там диагнозы ставить машинные вот эти компьютерные диагностика там конечно у них совершенно сумасшедшие просто технологии по стопам они все там тебе и в глаза залезут куда тут и все это понимаешь очень элегантно все это комфортно вот эти машинки там у нас это чтоб к этому попасть ну там три месяца надо с бабушками сидеть в коридоре слушать там все эти чтоб просто сделать какой-то я не знаю там узи узи печени это там пройти все круги арт понимаешь поэтому ну вот в этом и все хотя богатые люди да у нас есть хорошие клиники там да очень радует бакулева ткб это все как бы там да очень круто ничего не скажу там это все есть но за деньги есть спасибо еще вопросы есть у коллег присутствующих я чувствую все удовлетворились и запугал если нам не догнать то и гоняться незачем не а почему посмотря кому кто-то даже уже и перегнал я говорю вот моя тетя лежала в этой волынской больнице еще правда до ковида ну она там понимаешь за деньги но дело в том что даже за деньги как я понимаю уже не ко всем такое отношение потому что здоровье это уже забота каждого человека государства это все это все конечно ну интересно я опять же говорю что это очень интересная задача я вот сколько возился интересная архитектура как это работает как это ну вот детей конечно этим не увлечь они сразу говорят это сложно это долго что-нибудь попроще давайте на этом все заканчивается надо просто диплом получить но есть но их мало есть евгений юрьевич я думаю что на этом месте мы можем прерваться дмитрий сергеевич ты включаешься хотел что-то сказать или просто нет 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 ничего сказать я не могу я хотел дмитрий сергеевич спросить насчет села а я жду пожалуйста давайте только быстро-быстро я сам жду но до конца недели еще можно да можно 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 хорошо хорошо спасибо большое спасибо всегда буду рад чтобы рассказать еще про мозги я твой телефон дам алексею хорошо спасибо спасибо добро до свидания до свидания все 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 доброго спасибо большое до свидания 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 Продолжение следует...